ФИР 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 Да-да, тот самый, что мы видели в финальном ролике перед титрами первого ФИР. Наш герой теряет сознание для того, чтобы очутиться уже на операционном столе. Благодаря хирургическому вмешательству, простой оперативник получает сверхспособности. Так, например, именно с этого места в игре у нас появляется возможность использовать знаменитый режим замедления времени, ставший одной из визитных карточек первого ФИР. Все, хватит. Больше ни слова о сюжетной линии. Не будем посвящать вас во все тонкости, дабы не портить удовольствие от самоличного прохождения игры. Скажем лишь, что обиженная генетиками-садистами Альма опять на свободе. Армия клонов-репликантов вновь активирована, а город лежит в руинах. Что касается геймплея, то играть стало значительно легче. Возможно, это связано с тем, что основной платформой, для которой велась разработка, стал Xbox 360. Соответственно, игра адаптирована под консольное управление. Так что, если хочется настоящего противостояния со стороны компьютерных персонажей, смело выкручивайте уровень сложности на максимум. Зато разработчики учли все претензии общественности, касающиеся однообразности противника. Напомним, что в первой части врагов было всего около пяти разновидностей. Несмотря на сверхреалистичное поведение противника, отстрел однообразно выглядящих клонов быстро надоедал. Теперь все в порядке. Местный зверинец выглядит очень убедительно и сделал бы честь любому хитовому экшену. Чего стоит хотя бы кукловод, который поднимает трупы поверженных противников, натравливая их на главного героя. Также встречи с Альмой теперь не ограничиваются скриптовыми роликами, а в некоторых случаях требуют от нас непосредственного участия. В игре появились так называемые Quick Time Events, когда нужно быстро нажимать какие-либо клавиши, дабы избежать скорбной участи. Теперь можно переворачивать большинство объектов окружающей обстановки, используя их как временное укрытие. Многие виды оружия обзавелись удобными оптическими прицелами, появились и новые пушки. Основной козырь первой части — ураганные совершенно кинематографические перестрелки — тоже на месте. Противники стали попроще, однако берут количество. А может быть это просто мы за прошедшие 4 года научились справляться с любым, даже с самым хитрым искусственным интеллектом? Ведь нас все так же пытаются взять в кольцо и выкуривают с оборонительных позиций гранатами. Тем не менее, отстрел клонов и охранников порой превращается в эдакий веселый тир, где умереть просто невозможно. Зато динамика игры вышла на новый уровень с появлением на сцене экзокостюма под названием «Штурмовик». Прогулки, в оснащенном двумя тяжелыми пулеметными турелями и практически неуязвимом скафандре, дарят незабываемое ощущение. Как раз из той серии, когда хочется истошно орать в адрес противника развесистые непристойности, поливая репликантов свинцовым дождем. Кстати, одна из самых серьезных неприятностей, с которой может столкнуться игрок, это соперник, облаченный в подобный бронекостюм. Однако пары-тройки залпов из удачно оказавшегося под рукой ракетомета хватит для того, чтобы механическая фиговина красиво взорвалась, подняв вокруг себя клубы пыли и осколков. Любителям пощекотать себе нервы в Fear 2 тоже придется по вкусу. Конечно, на дворе уже 2009-й, сложно придумать что-то новое в хоррор-жанре. В Monolith не стали изобретать велосипед и используют полный набор киноштампов, которые все еще безотказно работают. Поверьте, резко вздрагивать и нервно смеяться после этого вам за время прохождения Project Origin придется не один раз. Альма все еще жаждет кровавой мести, а главный герой с обретением телепатических способностей манит ее к себе, как свет мотылька. Девочка, кстати, подросла, вытянулась и избавилась от остатков одежды. Непринужденный нудизм милого исчадия ада чуть не стал причиной запрета игры на территории Австралии. Ближе к финалу нас так и вообще ожидает откровенно сексуальная сцена. Пугать Фир 2 будет не только Альма, хотя звание Кровавый Палач Года, похоже, девушка получает досрочно. Кошмарные сцены внезапно сменяются ураганными перестрелками, затем главный герой опять выпадает из реальности, чтобы, очнувшись, узнать, что очередной напарник зверски убит и вновь встретится с Альмой. Опробованные разработчиком в первом Фир способы поддержания интереса к игре отлично работают и здесь. Project Origin не отпускает до самого конца и на протяжении всей игры подкидывает все новые сюрпризы. Минусов немного, но они все же есть. Фир 2 все так же страдает коридорностью. Обещанные разработчиками открытое пространство, по сути, те же замкнутые со всех сторон локации с одним-единственным способом прохождения. Противники местами откровенно тупят. Куда делись те злобные и умные бойцы, перестрелки с которыми давали ощущение схватки с практически живой целью? Уволены в запас? Система рукопашного боя, которую можно было удачно применять в первом Фир, теперь значительно ослаблена. Не стоит пытаться свалить врага ударом приклада или эффектным пинком в прыжке. С первого раза вряд ли выйдет, а враги тут ближний бой принимают очень редко, предпочитая с двух шагов засадить обойму вам в грудь. Нельзя теперь и выглядывать из-за угла, что делает использование импровизированных убежий, которыми так ввалились разработчики, малооправданным. Но, впрочем, все это мелочи по сравнению с главной проблемой. В игре нет практически никаких отсылок к предыдущей части и событиям, происходившим в ней. Так что новые игроки, те, кто начнут знакомство с серией именно с Фир 2, наверняка многого не поймут, или даже хуже, будут жаловаться на сумбурность и неясность сюжета игры. Так что поиграйте в оригинальный Фир, если еще не знакомы с серией. И вот тогда все станет на свои места. А в целом, Фир 2 Project Origin — еще одно доказательство того, что компания Monolith плохих игр просто не делает. Динамичный и современный, пугающий и небанальный этот шутер вряд ли оставит кого-то равнодушным. Отлично проработанный дизайн уровней, впечатляющий арсенал, голливудское слоу-моу — все это в наличии у нового большого хита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok